А теперь сюжет о тех, кто, не гнушаясь чужим горем, пытается извлечь для себя выгоду. В Нижегородской области произошел конфликт с дракой между мужчиной, у которого скончался дедушка, и ритуальными агентами. Стоит отметить, что похоронщики приехали в квартиру первыми до полиции и врачей. Откуда ритуальщики получают информацию и почему готовы с кулаками отстаивать свои материальные интересы, расскажет Дмитрий Гусев. Роман Хренов показывает следы от ударов и рассказывает, как его избивала толпа неизвестных в его же собственном доме. Их, конечно, никто не пускал, но те якобы выломали дверь, петли уже заменили, но на дверном полотне остались следы, и лицо еще не зажило. Ну, это меня когда выключило, Люка говорит, говорит, он тебе прям вот так вот ногой пинал, чтобы ты не встал. У Романа умер дедушка дома. Как и полагается, родственники позвонили в скорую помощь и полицию стали ждать врачей, чтобы те констатировали смерть. Но первым приехал похоронный агент. Ему заявили, что человек, который будет заниматься погребением, у семьи уже есть. То же самое сказали второму приехавшему похоронному агенту и третьему. И это была женщина. И, по словам родственников умершего, очень настойчивая. Она прямо идет сюда и идет сюда. Ну, немножко, может быть, как-то грубо. Но сначала я по-хорошему сказала, она не поняла. Ну, я на эмоциях был. Я, конечно, может, что-то и нагрубил, но я толком-то что-то... Ну, может, послал куда, по-русски, как говорится. Короче, они уехали, а потом, якобы, она сказала своему мужу, якобы, что он ее избил. И они приехали на пяти машинах. В одной комнате лежало тело, а на кухне за стенкой избивали внука умершего. У меня мама уже идет, она идет у меня на костылях из клюшка. Я просто, мама, дай мне клюшку. И я просто начала просто их выгонять, вот этой клюшкой. Это единственные кадры, которые успели снять пострадавшие. Записали все автомобильные номера. Знакомые похоронного агента уезжают. Я вас проклинаю! Вот они все. Рот, я пи***ю! Да можно номер, держать телефон? Хоть пообщаться, но на телефон напишу. А я с вами не буду общаться. Я на вас напишу заяву. Позже приехала скорая, констатировала смерть и оказала первую помощь внуку умершего. Потом полицейские описали тело и приняли заявление о нанесении телесных повреждений. Сейчас проводится доследственная проверка. Пострадавшие уверены, их данные ритуальным агентством передали либо из службы скорой помощи, либо из правоохранительных органов. В Павлове Нижегородской области сейчас расследуют похожее уголовное дело, возбужденное против сотрудников районного отдела полиции по статье «Превышение должностных полномочий». В 2019-2020 годах подозреваемые неоднократно, незаконно предоставляли представителям лица, осуществлявшего предпринимательскую деятельность по организации похорон, сведения о личности умерших граждан и месте их обнаружения на территории Павловского района. За свои незаконные действия полицейские получали деньги в размере от 3 до 30 тысяч рублей. По данным Следственного комитета и областного ФСБ, информацию об умерших первыми получали сотрудники дежурной части, и они же, как говорится, ее сливали. Величина отката зависела, видимо, от стоимости похорон. Полицейских пока на время следствия от службы отстранили. Дмитрий Гусев, ТВ-Центр.